привет ребят я не знаю что и короче произошло с людьми но видимо как я понимаю спрос на креветку также привязан к сезонам то есть как только солнышко появляется становится жарко вот люди начинают готовиться к дачному сезону вот в общем начали названивать по креветке непосредственно по после чинки по маточному стаду в основном трафик идет с авито но дополнительно идет еще с сайта то есть я запустил сайт вот настроил рекламу в директе закинул рекламу я 2000 рублей так как конкурентов у меня по россии нету ну как ферма то есть только сайт не у каждой фермы есть да и так как у меня нету конкурентов по поисковой выдаче то один одна ключевая фраза даже самые жирные до стоит около 7 рублей за клик ну кто как бы в теме этой он по не должен понимать что такое 7 рублей за клик то есть условно говоря когда я например пейнтбол причем это по россии по всей нам крутится реклама вот и без привязки к региону когда я настраивал директ по пейнтболу только по своему городу у меня получается там 5 конкурентов соответственно сайт конкурирует за поисковую выдачу да но за рекламные места там первой второй или третьей верхней части либо в нижней но не суть в общем условно говоря там клик доходил до 30 50 100 рублей за самые жирные поисковые фразы то есть понимаете да на 2000 рублей условно по 7 рублей где-то клик есть там по 5 рублей то есть это условно где-то около 300 400 потенциальных клиентов в месяц вот будет приходить на мой сайт именно потенциальных клиентов то есть это не вот люди которые просто так решили почитать закрыли за креветку а которые целенаправленно вводят поисковую фразу типа купить для разведения креветку там купить малька розенберг да для разведения то есть вы поняли то есть люди целенаправленно ищут информацию где купить и мой сайт единственный который выходит им поисковой выдаче проблема тут как вам сказать с этого денежки начали идти потихонечку да то есть я постоянно начал сейчас отправлять но я постоянно стеллаж я по-другому скажу сейчас я за я просто всю ночь не спал поэтому немного туплю сейчас больше часть времени я занимаюсь сваркой стеллажей но меня очень сильно отвлекают вот эти вот сборы после чинки отлов сортировка от упаковка отправка тоже не отнимает очень много времени и получается у меня растягивается время на подготовку и изготовление стеллажей еще момент какой все-таки у меня была цель производства товарной креветки да но ситуация какая то что всю после чинку вы купили у меня то есть все что у меня росло и и все все вы купили сейчас у меня еще три инкубатора забиты личинкой один инкубатор уже с после чинки да уже нужно будет опреснять и два инкубатора там с четырех самок ну в каждом куба 3 по 2 с двух самых личинки там наверное в каждом около 10 тысяч у личинки вот но еще их рановато как бы опреснять но смысле рановато объяснять там еще личинка не после чинка еще примерно неделю 2 нужно ждать когда дойдет до после чинки вот ситуация в том то что до товарной креветки нужно еще больше инкубаторов ставить то есть нужно расширяться потому что после чинку просто сейчас дурим сметают кто-то в пруды выпускает будет выпускать до просто сейчас будут взяли подешевле ее по дешевле и взяли потому что она ну еще все равно мелкая сейчас они ее будут типа даращивать в пвх бассейн хо и потом выпускать в пруды либо на даче в пвх бассейнах и будут будут выращивать, кто, короче, на что гораст, кто-то свою ЗВС создает. Ой. В общем, чем чем вы становитесь крупнее, чем вы становитесь крупнее, тем больше будет у вас спрос. Ну, то есть, условно говоря, вам звонит клиент и говорит, а сколько у вас там, я не знаю, там, какой у вас объем воды, какое помещение, там, трассе, вазе, когда ты говоришь цифры более-менее большие, то человек охотнее с тобой идет на контакт, да, то есть, он понимает, что ты серьезно на это настроен, то есть, он понимает то, что, как вам сказать, вот у него в голове, например, да, есть картина, там, построить какое-то УЗВ, да, мини, там, мини-средний УЗВ, вот, но он боится это сделать, потому что нет в этом уверенности, когда он находит человека, ну, с которым общается то, что он тоже сделал какое-то более-менее что-то крупное УЗВ, ну, я не говорю, что это завод, да, просто, ну, более-менее крупное УЗВ, не подпеваясь никто, где один-два бассейна стоит, вот, он более охотно идет с тобой на разговор, а если вот, условно говоря, вы планируете построить там какое-то УЗВ на 100, 200, 300 квадратов, да, и вы звоните продавцу и спрашиваете, а чем, ну, что у тебя за ферма, да, какие квадраты объема, а ты ему говоришь, продавец говорит, да у меня аквариум там на 500 литров, что-то самка, короче, икру там скинул, я вырастил, вот продаю, ну, блядь, ну, не будет интересно ему общаться, у них как бы разный будет интерес, вот, то есть, поняли, да, чем больше вы, скажем так, чем у вас крупнее ферма, тем будет с вами, тем с вами будет интереснее общаться, то есть, вы все равно уже что-то в этом понимаете, да, если вы это сделали, деньги вложили, вот, значит, человек, который ищет информацию, тоже хочет деньги вложить, он будет с вами лучше идти на контакт, так, что еще, ну, давайте по цифрам, наверное, да, интересно, за прошлый месяц, я продал на 32 тысячи рублей, после чинки, за этот месяц, он еще только начался, я продал на 25, на, на 20, на 20, на 25, на 26 тысяч, а сегодня, на минуточку, только еще 8 число, я продал на 25 тысяч, после чинки, вот, кроме этого, я продал Артемии, на, на сколько, блин, я записывал бумажки, там, где-то, наверное, тысяч, на, на, на 7, на 8, я продал Артемии, но, Артемию, я покупаю, по 800 рублей, за килограмм, а продаю, за 2 тысячи, за килограмм, вот, но продаю я не килограммами, потому что, смотрите, на том же Авито, есть конкуренция, большая, продают, покупают где-то, по 800, хотя, ну, покупают, я покупаю по 800 рублей, за килограмм, продаю по 100, по 200 грамм, кому нужно, там, для рыбы, для аквариума, поняли, да, по 200 рублей, за 100 грамм, то есть, килограмм, это 2000 получается, но, я бы не смог продавать килограмм, по 2000, потому что, на Авито, у конкурентов, цены килограмм, 1000 рублей, есть многие люди, которым килограмм, просто не нужен, и они готовы, там, отдать 200 рублей, купить 100 грамм, и им этого хватит, за глаза, и я думаю, то, что 200 грамм, это маленькая цена, я буду поднимать, до 300 рублей, вот, условно говоря, продав на 8000 рублей, 4000, с копеечкой, это получается, вам, вам в плюс идет, вот, то есть, там, 25, 26 тысяч, да, там, 4, вот, а, продаю, также еще, мотыль, он в городе, стоит у всех, килограмм, 400 рублей, я продаю, по 350 рублей, а, покупаю, по 200 рублей, то есть, накрутка, почти что, 100%, вот, я продал, примерно, около, 10 килограмм, мотыля, вот, около, 10 килограмм, мотыля, ну, вы поняли, 100%, это еще с этого пятерина, да, и вот, на все эти деньги, на все эти деньги, кстати, Артемию я нашел, по 550 рублей за килограмм, буду его продавать, килограмм за двушку, да, может быть, даже дороже, а покупаю я, по 550 рублей, Артемию, эти, цисты, Артемию, вот, и вот, на эти деньги, на Артемию, ну, с Артемией, я купил еще, заказал Артемию, 10 килограмм, и с проданного мотыля, который у меня были запасы, да, я купил сегодня, еще 35 килограмм мотыля, блять, мотыль просто сгребают его, он кормовой мелкий, для чего он нужен, есть насадочный мотыль, который, ну, на который рыбу, да, ловят, ну, прямо на крючок насаживают, да, и, собственно, рыбу ловят, а есть кормовой мотыль, то есть, его бросают в воду, как прикормку, рыбы сплываются, хавают этот мотыль, и, кроме этого, ну, они как бы, ну, хватают тот мотыль, который у вас на крючке уже насадочный, ну, или там червяки, или чем он кормит, блять, я не знаю, короче, я в рыбалке не шарю, но смысл как бы такой, вот, также берут для рыбок этот мотыль, в общем, блять, вот реально, я, я не знал то, что на мотеле можно вообще деньги какие-то делать, в магаз, ну, блять, конечно, вы представьте, в магазине мотыль стоит, 100 рублей за 50 грамм в рыбацком магазине, да, 100 рублей за 50 грамм, в одном килограмме получается 20 штук по 50 грамм, это получается 2000 рублей килограмм, если в магазине покупать, ну, конечно же, люди, рыбаки идут на Авито, и покупают по 400, там, по 350 рублей за килограмм, все, это, блин, причем, никуда есть не надо, тебе человек позвонил, нужен мотыль, есть наличие, да, есть, все, куда подъехать, вышел в это, к подъезду, отдал, деньги получил, все, до свидания, вообще, прям, блин, это вообще просто, то есть, понимаете, к чему я это видео записываю, мало того, то, что, ну, ну, вы торгуете там креветкой, после чинка, вот этим всем, вот, нужно расширять ассортимент, то есть, это Артемия, вот, мотыль, это все туда уходит, дополнительным чеком, вот, еще, короче, есть такая тема, как делать самому морскую соль для аквариумов, сейчас покажется с этим проблема, из-за того, то, что компоненты, которые используются в соли, сейчас очень сложно найти, они ушли все на удобрения, короче, вот эти вот химикаты, но, есть такая тема, когда все это наладится, соль сделать, 20 килограмм, 20 килограмм соль, если она в магазине стоит, это ориентировочно около, 3500 где-то, вот, можно сделать это за 1000-1500, эту соль, вот, и продавать ее там, со скидкой, по 2500, то есть, за минимум просто движений, можно 1000 рублей просто сверху иметь, вот, короче, ладно, это все позднее будет, сейчас, в общем, что, я доделаю стеллажи, доделаю стеллажи, буду немного делать перестановку, добавлять чинку баттеров, потому что я не вывожу, после чинки, ее, потому что все раскупают, я не знаю, как долго вообще сезон этот длится, да, ажиотаж, вот на эту после чинку, наверное, может быть, до июня, до июля, да нет, на самом деле, я не знаю, когда это все закончится, потому что это уже завтра все, ну, или там через неделю прекратят названивать, но трафика, на самом деле, очень много, на объявление Авито, ко мне заходят в день, около 40 человек, ну, блин, не все, конечно, звонят, определенный процент звонит, но все равно, 40 человек в день, это хорошо, вот, на сайт заходит примерно по 15-20 человек, по поисковой фразе, именно вот купить малька для разведения, вот это все, то есть суммарно в сутки примерно 50-60 человек, ну, как-то меня что-то как-то находят, примерно 10%, не, примерно, так, примерно 10% из того, кто находит мои контакты, звонит, то есть из 50 примерно там 5 человек, да, ну, 4-5 человек в день звонит, вот, и примерно из этого, примерно из этого в среднем 1 человек, 2 человека в день, через день, ну, как-то вот бывает, например, позвонит, позвонит 1 человек, да, после чинку закажет, я отправил, все, 2 дня тишина, потом раз на следующий день, там, 2 человека можешь позвонить, день тишина, потом 1 человек, ну, как-то вот так вот, туда-сюда, короче, вот, но, в любом случае, как бы заказывают потихонечку, полигонечку, вроде как крутится, вот, конечно, это немного выматывает, много кто звонит просто, а чё, а как, а почему, а почём, рентабельно, не рентабельно, блядь, короче это, ну, я говорю, ребят, слушайте, я понимаю вам все это интересно, ну, блин, мне это не интересно, постоянно отвечать на эти вопросы, я готов вам отвечать на эти вопросы, но, блядь, на одни и те же я не готов отвечать, если мне какой-то вопрос задают интересный, то да, я ему рассказываю, а это я объяснил, так-то, 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 например, ага, всё, спасибо, он, во-первых, у меня ничего не закажет, или я его время себе потрачу, поболтаю с ним, да, проконсультирую что-то как-то, а он закажет у другого человека, который к нему, например, в городе ближе, ну, нахера мне это надо, вот, так что я просто сказал, консультация 500 рублей, блядь, для вас, я думаю, 500 рублей, это не очень много, для меня это тоже не очень много, но если, извините меня, вы тратите моё время, оно как бы тоже, ну, такое, ну, не бесплатное, 500 рублей, это какие-то копейки вообще, за получение информации, вот, то есть, общие какие-то там вопросы, покалякать, пожалуйста, 500 рублей на карту переводите, вот, покалякаем с вами, поболтаем за то, за всё, за что хотите, вот, ну, потому что это реально, это выматывает, то есть, ты вот болтаешь, болтаешь, ты весь день там мучаешься, с этими стеллажами, короче, ты варишь, блядь, психуешь, там что-то, блядь, отваливается, я вчера просто, так, испсиховался, блядь, я стеллаж там, один привариваю, вот, ногой там держу, другой стеллаж, да, другую стойку, блядь, третий там, другой ногой рукой, там я ещё что-то держу, и вот я как таракан, короче, там раскорячусь, всё это держу, что-нибудь, блядь, свалится, что-нибудь отвалится, что-нибудь тут треснет, то по башке, то по хребтине трубой ёбнет, вот, я весь издёргиваюсь, издёргиваюсь, домой приезжаю, блядь, и мне хочется расслабиться, а мне вот начинают звонить, блядь, а рентабельно ли, блядь, заниматься креветкой, а куда её продавать, да ебать, если ты задаёшь такие вопросы, если ты задаёшь такие вопросы, и ты не уверен в рентабельности с этого бизнеса, так вообще этим тогда не занимайся, вот, ладно, короче, забейте, что-то я опять начал это нервничать, жарко просто сегодня, 15 градусов, что-то вообще там, это припекло, меня тут сижу в машине, это, жену жду, сейчас домой её отвезу, поеду дальше, короче, делами заниматься, в общем, ладно, чё, давайте, всем пока, вот, а, я не знаю, говорил нет, в общем, я нашёл покупателя, по-моему, говорил, ну, короче, кто не видел, кто не слышал, повторю ещё, нашёл покупателя, который готов покупать 5-10 тонн у меня вместе, я говорю, я столько ещё не развожу, не вывожу, он такой, ну, как будет более-менее небольшой объём, типа, это, набирай, типа, мы всё купим, по 1200, короче, мы с ним как бы договорились, ну, так просто на словах, вот, так что, в принципе, куда сбыть, продать, вообще без проблем, гладил, чтобы были объёмы, ладно, всё, пока, удачи.